Можно я посмотрю ваши цвета и найду фотку какую-нибудь похожую, хорошо? Вы найдите фотку и покажите мне. Да, ну просто исходя из ваших... Какого вы хотели? Вечернно. Есть у вас цветные? Вот смотрите, для того, чтобы мне позвонить и сказать на макияж прийти, нужно было вчера еще. Сегодня у меня есть, ну, все то, что я работаю, ну, как бы... Ну, из этого, давайте. Мне интересно просто, что вы выберете картинку, хотя бы приблизительно, чтобы я видела, что вы хотите. Я обычно смотрю цвета, и тогда понятно становится. Что-то мне подсказывает, что-то кисточки не очень чистые, вам как кажется. Сейчас буду просить их протереть. Ай, яй-яй-яй. Снимаем макияжик. Хлоргексидином, чтобы никакой аллергической реакции, ничего не было, потому что кожа мне незнакома, хлоргексидин не может ничего вызвать. Я же не знаю, чем вы дома протираетесь, кто-то приходит, аллергическая реакция, ой, этим не надо. А получается, хлоргексидин, он защищает от аллергии, да? Да, от всего, то есть не будет ничего на лице. И последующую косметику, получается, безопасно наносить? Толст светлый и темный. А какой больше подойдет мне? Ну, а я думаю, вообще чуть-чуть темноватый. Давайте на ваше осмотрение, чтобы красить. Он будет красивый. Получается, мы будем вот такой фиолетовенький брать, да? И зеленый из вот этой палеточки, да? Вот такой. А мне, думаете, темная основа тоже больше подойдет, чем светлая. Она не будет темная, но она будет красивая. А, как дест-эффект загара или что, да? Класс. Садимся ровно, не ложимся. Не ложимся, садимся. Посмотрюсь. Ну да, эффект загара есть сразу. Но темная не будет, да? Нет, нет, нет. В принципе, если на шею заходить, да, то такой эффект загара. Лучше будет смотреть. Чем белое лицо, да? Да. Белое с макияжем возраст дает, дольше придает мне любимое. Здесь размазываешь, чтобы переход был такой красивый. И такое оно слегка коричневое получается, да? Если уже тонировать полностью лицо, он будет светлее оказаться. Ага. Тем более, если он идет вечерний. Вы можете, вот пока нанесу, все закончу, будете смотреть, хорошо? Процессию, чтобы следить, какие-то пожелания, может, захочется мне дать. Никаких сейчас пожеланий не будет, я тоналку наношу. А за сколько вы по времени обычно делаете? Час где-то. Час. Вообще, припоздала, потому что у меня аж по записи, потом следующее еще есть. За 10 минут, да, просто больше. Вроде нет. Да, эффект загара появился сразу. Это у нас коричневенькая, да, милич? Для темную я беру. Это, чтобы лицо худое было. И так сидеть. Улы. Вот так. Чтоб как бы худое было, да? Не щекасто. Делаем еще раз. Все? Замучились. А-а-а. Глоб большой. Глоб большой, значит, мозг большой. Угу. Ну да, сразу чуть-чуть худятся щеки, да? Когда делаешь сколы, все выделяешь темным, лицо уже кажется светлым. Не таким затемным. Тоналка уже светлая, кажется. Ну да. Закрывается. Угу. Это как основа идет. Угу. Чтобы остальные тени лучше видны были, да? Он не будет таким ярким. Хочет вот этот взять, он ярче. Давайте на ваше осмотрение, чтобы было побольше на фотку похоже. Хорошо. Закрываем. Зачем вы... Закрываем. Да. А зачем так под руку держите? Чтобы тени не падали на лицо. А, ясно. Закрываем. Закрыла. Это, получается, мы темно-фиолетовый выбрали, да? Нет. А, со светлой, да? Или другой. Угу. Что же его сделать, чтобы он не темнее, ну? Угу. Что это придумалось? Это какой-то трюк, да? Если на хайлайтер нанести, да? Угу. Чтобы поярче было. Да, уже прям ярко. Еще темнее теперь, да? Нравится? Ну, пока непонятно. Давайте дождемся результата. Смотрим. А что я должна увидеть? Пока я просто еще не понимаю, как будет в итоге. Тогда ничего не смотрим. Переход. Откуда-куда? С темного. Светлого. Вот эти части уже переход дают. А, вот это? Ага. Пока ничего не видно. Вот тоже. Открываем. Может, еще темненького добавим? Я потом все сделаю. Ну, если не еще вы вылепили это, то уже она. Что, что? Не еще вы вылепили это, но нету того, что хочется. Стильные яркие, да? А, ну, можно затемнить темным, черным. Ну, мы сейчас один и все сделаем. И что, у меня не стрелки будут дровлены. Сейчас совсем другой макияж будет. Как будто кому-то зубы сверли. Мам, мне кажется, надо молоко выдавать за вредность. Вы круглосуточно это слушаете. Не открываем пока. Да. Появилась стрелочка. Пока больше стрелка нравится. И что это даст? Вы вторую такую же сделаете, да? А в чем отличие у них? Ну, сейчас увидишь, в чем отличие. Одна выше, другая ниже. Одна выше, вторая ниже. Так, ну, мне больше нравится вот эта. Выше. Да. А вам какая больше нравится? Мне понравилась вот эта больше. Вот эта? Да. Почему? Не знаю почему, но она глазам больше идет. Если встанешь с зеркала, посмотришь, а не туда. Размытость вот эта нежная. Ага, а вот тут вот как нежная размытость, а тут и нет. Мне кажется, с этой просто глаз как бы. Ну, просто да, у тебя сейчас яркий макияж, пусть будет такой яркий. А так больше мне идет нежная размытость, да? Да. Вообще, честно говоря, я яркие макияжи не люблю, я тебе вообще другой макияж-то сделала. Какой? Очень нежный. И всем бы понравилось думать? Просто вы любите более, кажется, что чем ярче, тем красивее, но нет. Берем фиолетовый также, да? Вот такой. Оно? Да, глазки красивые очень. Яркие такие стали. Все нанесем, файлайтер вообще прелестный. То есть протереть и заново сделать. Вот здесь. Наверх смотрим. Ой. Глаза будет другая. Какая? А, вот такая тоналка, да? Вот цвет должен быть теплее. Желтенький? Да, чуть-чуть желтизной. А это для... Изрышки забрала. Сильно зажала? Подождите! Подождите! Блин! Там, во-первых, острый край, но вот эта фигня, она пластиково-острая. Ай-яй-яй, давай вот этой. Ладно, не буду делать. Ну, как-то мы просто чуть аккуратнее. Ну, вот видишь, уже под глаза совсем по-другому еду. Это мы сейчас тоже форму утвердили, да, получается? Тёмные любимые или светлые на бровях какие-то? Давай, да, брос. Сейчас ещё брали, тушили, накрасим, и вообще будет. Конфетка. Да. Я угадала. Ну, чем это, чем это, чем это? Хайлайкер. Опа. Чуть прилипла, да? Нравится? Ее очень не видно. Ее очень видно. Видно? Захочется ярче, чем у меня ещё есть. Давайте поярче. У нас же вечерний макияж. А то я вот не вижу. Ну, тогда такой нежный, да, нежный. Ну, не красотка, Алина. Смотри, какой нотик. С коллагодаром. На середину оба. Тебе нравится? Пока ещё не до конца понятно, как это всё будет в итоге. Но уже, уже видно, да, что ярче я выгляжу сильно. Почти младко, да? Да. Есть такое? А? Почти младко. Шоколадка. Да, вот это все, это мой получается где-то тут. В принципе, на лице такое же было. Смотрите, что я нашла. Что это? Не-не-не, вот тут. Это не моё. Это тени. Я думаю, что это какие-то тени. Сейчас я посмотрю. Бледность уберём чуть-чуть. Румяшечки, да? Угу. Поярче достала. Так надо ещё на предметах пятен исследоваться. Ну, вроде больше нет. Там, мне кажется, халатер с бровями. Да. А что это? Когда руки были, ну, полностью рисовала тени. Наверное, я же держала вот так. Хорошо, что я заметила. Представьте. Ну, что сама бы протерла бы. Это если бы я увидела. Если бы кто-то увидела, мне не сказал. Как обычно все делают. Идёшь, есть пятен. Петрушка. Зуба. И весело всем. Улыбаешься. И все тебе вежливо отвечают. Какой цвет львы? И вы милой беседуете. Так, это для чего? Какой цвет львы? Смотря для чего какой-то. Губки пока. Какой вам, кажется, подойдёт? Ну, не знаю. Яркий хочется. Давайте. Яркий. Гулять так гулять. Красный есть? Нет. Нет красного? Вообще? Ну, такой розовенький, да? Красного нету. Надеюсь, я не могу. У вас просто кресло туда откидывается. Открываем ротик. Вы меня прям вертите, крутите, как хотите. Ты куда-то собираешься? Да. Вечеринка? Да. Такое не совсем. Седание. Хочется сразу поразить. Да. Губок не хватает. В смысле? Увеличить можно чуть-чуть. Поднять. Маленькие губы. Как бы её увеличили. Поднять здесь. Это опущенность. Покажите, как она будет выловить наружу. Да, вот так вывернете? Красиво думаете? Конечно. Вообще, вот так бросится в глаза. Тогда вот это приподнимется. Так они... Будут в глаза бросаться, а так их не видно, да? Понимаешь? Ну, это сейчас я открываю. Такая же не буду так держать. Да. То же самое, но без рук будет. Угу. А сколько было мне кубиков вкололи? Ой, скажем так, тут не кубиков. Тут у тебя уйдет пол шпица 100%. Это сколько миллиметров? Ну, пол шпица. Там если один миллилитр, то пять кубиков получают. Пять миллилитров? Пять миллилитров? Нет. В одном шпице, ну да, в принципе, получается сколько там миллилитров? Десять? Я не знаю. Я не увлекаюсь. Оно не миллилитров нет. Тебе нужно будет пол шпица. Пол шпица вколоть. И она будет такая. А потом через месяц еще пол шпица. Еще пол шпица. Это кажется, что губки есть, а они на самом деле... А их нету. Не пустые. Не поднадутые, да? Нет, нет, нет. Но это не очень красиво, да? Да. То есть они маленькие. Появились, да? Рождение губ. Очень здорово. Господи, так вздохнули. Я думала, все плохо. Два, все скажи, не помогло. Ну, молодая, крестила, и что не поможет. Ну, губы-то маленькие, и все, что делать теперь. Если увеличить плюс пол шпица, то будет лучше. Да? Да. Видите, я все боюсь. Боюсь, что буду губастой уточкой. И что в ней не пойдет. Не возможно. У кого-то идет, а от меня все не пойдет. Я чуть-чуть блеска сделала. У меня все пропустила. Когда мы успели. Сколько что. Но я чуть-чуть сделала. Именно он такой, что он высыхает. Он не будет липкости вот этой. Через 10-15 минут уйдет вся эта липкость. Но зато он красиво, ну, как бы, губы показывает, увеличивает. То, что тебе надо. Это что? Закрепитель брови. О, подчеркнули еще красивее брови. Да, бы легче. Да. Я чуть не заметила, что я сменилась. Улюбленная ничего не замечаешь. Чего шла? Улюбленность ничего не дает заметить. Теперь я люблю просто. Ты поешь, конечно. Спасибо. А что бы еще вы мне посоветовали сделать? Что бы еще вы мне с лицом посоветовали? Больше ничего. Ничего? У тебя все естественно красиво. Все. Но губ не хватает. У меня вот естественных кук, когда ты ходишь и везде на одно лицо. Но губы, они у тебя вовнутрь идут. Не то, что маленькие. А как вовнутрь? Это как? Ну, вот так идут. Видишь, вот так идут. А, в смысле уголки такие? Да. А они вот такие. А уголки должны быть приподняты. Когда они приподняты, они совсем другие. Если бы я знала, я бы реснички взяла бы. Приклеила бы вот эти штучные на кончики. Все бы такие глазки были бы. А сейчас мы из ничего лепим что-то. А почему из ничего? Ну, из-за того, что хочется яркости тебе. А у нас все, что есть, я тебе леплю. А почему у вас не постоянно? Просто у вас прям на сайте услуга макияж. Там не написано, что запись за три дня. Просто, ну... Ну, так записали. А вот смотри. Я больше косметолог. Но когда бывает, вот иногда просят из наших делать макияж, то я делаю. Или же заранее просят, приходят, просят жить на... Я делаю, понятно, да? Единственное, конечно, с губами вы меня расстроили. Как теперь жить? С маленькими губами. Ты что? Затем можно из-за этого расстраивать? Да. Чутка. Все. Наверное, смотри. Не поможет. Давай скажу так. Было бы у меня то, что у тебя сейчас есть. Я была бы очень рада. А вы бы поменяли свои губы, да? Да. Ага. Поняла? Нет. Глаза красивые. Давайте еще раз. Брови красивые, лицо красивое. Все красивое. То есть можно... О чем ты можешь еще думать? Ну вот, а губы маленькие. Губы. Хорошо. Все, теперь только на губы буду смотреть. Стальные маленькие. Все. Ай, вы мне надолго доступили. Ой. Подожди, еще кое-что сделаем. Наверное, да? А у вас от природы большие губы? Нет. Думаешь, от природы у меня такие губы, да? Нет? А я сделала. Долго делали? Такое трудно делать. А мне можно такие сделать? Угу. Такие же большие? Угу. Красиво будет? Тебе не надо очень большие. Ты очень красивая. Тебе нужно их просто приподнять. И все. А то они вовнутрь, да? Угу. Ой, куда это? Еще раз. Что-то там на меня нападало. Ничего. Все на груди лежит. Ничего страшного. Главное, чтобы очень все красиво. Да? Никто не заметит, да? Прям сейчас идешь, да? Ну нет. Прям сейчас. Ну, все более. Встаем, смотрим. Встаем, смотрим, слушайся. Ну как? Мило очень, да? Очень. Очень миленько даже. Угу. Видишь, все на месте. Блин, ну ничего не надо больше. Ну, как-то да. Единственное, что я буду справа во все, да? Дети мило, вот чуть-чуть. Угу. Как только хорош. Я свободна, да? Ты у меня свободна. Сенки, сенки, сенки. Ну да. Да. Все равно вот в зеркале классно. Тушь, если есть, Дома? Есть. Тушь еще тушью. Вот кончики вот сюда, в сторону. Так, да? Поделать еще. Чуть-чуть еще поделай. Угу. И все. И все. Ну что, ребят? Та-да-дам. Приехала я домой и делюсь с вами впечатлениями. С одной стороны, да? Смотрим на результат. В целом, миленько. Как это ни странно. И несмотря на процесс где-то даже противоестественное, я бы сказала, но результат получился довольно мило. Ну, как-то видно, что есть у человека ощущение пропорции, направления, понимания, как все не испортить. Вот. Потому что бывает очень много движухи, что-то мажут, там сверяется линейка все это, какие-то углы там вымеряют, все рассчитывают. И потом смотришь на страшку. А это так на глаз, фу, там что-то потерла, отошла, очки надела, сняла. Не стала я на 50 лет старше. Если честно, все равно мне все кажется очень грязным. То есть, вот по большому счету, если я с таким макияжем отправлюсь куда-нибудь в публичное место, то мне будет немножечко стремно. Потому что если, ну вот просто обратить внимание на какие-то нюансы, то видны пятна. Прям сильно, 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 сильно видны разводы, пятна. Что как-то это все очень неаккуратно, все блестит. То есть, вот тут вот, ну, все лицо так выглядит, как будто я вспотела или у меня очень жирная кожа. И уже, знаете, много времени прошло, и макияж такой, как будто начинает плыть. Вот сюда она мне нанесла хайл ватер, это тоже. Ну, короче, вот все лицо блестит. И реально в жизни, с учетом еще вот тут, вот видите, какая-то все это полупрозрачно, грязновато и неравномерно, да, как акриловые краски на белом листе, сильно разбодяженной водой. Все в совокупности с этим блеском, темным лицом, да, потому что реально тон, конечно, сильно темнее, чем остальная кожа. Ну, даже его декольте. То есть, оно у меня здесь вот сильно белее кожа. Еще камера немножко, мне кажется, сглаживает. Есть такое ощущение какой-то неопрятности по совокупности факторов. Что мне не понравилось в категорической грязной кисти, причем я тупанула, и я пришла сразу, поняла, что кисть для тона использовалась. Она еще потом сказала, что до меня прям был клиент. И было видно, что остальные тоже замусолены. Ну, как они прям не адски замылили, ну, то есть не прям в туалетах не мыли, но прилично так не мыли, и там уже слой срез был. Каждую кисть она брала, смотрела, что там в темном ли цвете, не спорсит ли это процесс ей. И я еще сразу, хотя это заметила, но забыла об этом ей сказать. И, короче, очнулась, когда она меня уже красила. Мне очень понравилось, что она такая грубовата. Ну, даже я просто сидела, она вот так вот в мои ноги. Прям вот реально меня раскручивала на этом кресле. Ну, постоянно мне предъявляла, что я там откидываюсь. На самом деле у них просто был ужасный стул, вот такой миллион лет недавно, ну, который, знаете, уже ему пора на покой. Его надо чинить, подкрутить там что-то. То есть ты просто садишься, расслабляешься, тебя откидывают назад. Ну, то есть я опираюсь на спинку, что вполне естественно, если у стула есть спинка, и макияж у нас час, ну, и что я не сижу, блин, на копчике, да, я делаю вот так. И все, отлежу назад, и она мне постоянно предъявляла, ну, что я там как-то, короче, не так сижу. Поразворачивала тоже довольно грубо. Ну, как бы не экстремально, то есть в целом ничего прям такого. То есть видно, что она сама суровая женщина, и это проявляется в ее деятельности. То, что она мне, конечно, реально сделала больно, прям сильно. Просто еще кожа вокруг глаз, вот этот самый, ну, во-первых, лицо как бы у вас одно, а во-вторых, вот здесь тонкая кожа, и она плохо восстанавливается. Она, в принципе, тонкая, такая очень чувствительная. Здесь в первую очередь все морщинки появляются. Тут активная мимика. Здесь надо супер деликатно вообще работать, потому что любое какое-то повреждение может обернуться тем, что будет какой-нибудь залом, шрам, и все это фиг восстановится. И она вот сделала вот так. Сейчас я вам попробую, чтобы вы поняли, в чем был затык. Освещаю темноту твоих ночей. Не перегори, я обещаю, сердце в тысячу. Кофе, держите конфеточку, держите. Давай, я тут. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, спасибо. Я пойду на место донюшку. Давай, не сюсюка, только вообще будет все замечательно. Мама, нельзя их пойти? Одну можно. Одну? Угу. Спасибо. Пожалуйста. Я нашла почти вещественное доказательство. В общем, у меня есть такая подводка, и у нее есть подобное крепление. И, в общем, вместе вот тут вот, она вот похожа. То есть, если бы это просто мягкий, однородный, скругленный карандаш без составных частей, возможно, не было. А вот эту фигню, когда она вела, ладно, не буду показывать, ну, короче, она мне царапнула прям зону под глазом, прям сильно. Ну, она как бы не отмазывалась. Но это какой-то эксклюзивный метод. Я не знаю, зачем так возвращаться, если есть нормальные инструменты, да, для визажистов, специально созданные. Ну, в конце концов, ватный диск, ватная палочка. Всяко будет лучше, чем вот это вот. Просто пластиковой фигней ее ложить под глаза. Но вот так еще и в конце надавливая, как бы, чтобы убрать излишки. Вот тут тоже, видите, вот так заметно, что неравномерные тени. Конечно, макияж сильно-сильно далек от образца, который я ей показывала. Но это просто такое, по мотивам сделано из того, что было. И хотя она мне всю дорогу пыталась убедить, что дело во мне. Вы поняли, к чему все сводилось? К тому, что я записалась не за достаточное количество дней. Дабы у нее было достаточно косметики нужной, она бы мне сделала тот макияж, который я хочу. То есть все в итоге свелось не к тому, что что-то с салоном не так, с ней не так, с ее косметикой не так, что они там почему-то предоставляют услугу на постоянную сною, они предупреждают, что надо записываться за какое-то количество часов или дней, что мастер должна какую-то особую косметику принести, которой нет обычно, ну и прочее. А она так все свела, что вот вы же там типа вот записались и приехали, поэтому что вы хотите, вот у меня косметики мало. И как бы из того, что есть, мы вам сейчас сделаем что-нибудь очень отдаленно похожее. И у нее в основном были вот эти все коричнево-фиолетовые оттенки, но как мы видим, еще с плохой пигментацией. Ну вот, но самое веселое, это, конечно, губы. Если честно, я так понимаю, что сейчас очень много салонов совмещают на одной должности людей, которые на самом деле занимаются обычно узкопрофессиональными вещами. То есть косметолог, по идее, который делает инвазивные процедуры, уколы всякие, у него должно быть медицинское образование. Вот. Перманентный макияж, опять же, это вообще как бы чуть-чуть другое. Макияж обычный, потом уход за лицом. Но судя по тому, в каком отсутствии гигиены все это происходило, я не очень как бы хотела бы попасть на увеличение губ, например, ну по тем же грязным кистям. Потому что, по идее, ну если человек заточен на гигиену, это во всем проявляется. То есть у него будут все инструменты вот так аккуратненько разложены, там чуть ли не суперсимметрично. А что мы видели? Такой полный раздра и грязные кисточки. Ну типа, в каких условиях тогда губы увеличивают? Честно говоря, комментарии по поводу губ мне показались довольно бестактными. В конце концов, это может быть мой выбор, да? Не увеличивать губы. Мне кажется, корректно и деликатно было бы более аккуратно отнестись к обсуждению этого вопроса. Не говорить, у вас маленькие губы, у вас уши, лопоухи, привяжемых. Ну да, вы предлагаете решение, которое не идеально. Ну если я не хочу ему следовать, получается, я дальше должна жить с ощущением, что со мной что-то не так. Потому что это говорится именно с такой точки зрения, что надо исправлять вам некрасиво, у вас какой-то недостаток. Потому что у меня губы вовнутрь. Это уже, блин. Ну то есть она потом, видя, держала их вот так двумя руками, что они должны быть вот так. Кстати, много людей таких, что теперь я понимаю, кто это все делает. И я думаю, что хоть косметолог, хоть визажист может даже какие-то предложения вносить гораздо более аккуратно. Так, чтобы в случае отказа даже человек спокойно знал, что в целом его выбор даже его не портит. Что можно с ним жить, и это выглядит довольно гармонично по-своему. Даже если косметологу это не очень нравится, и она предложила какую-то альтернативу как-то изменить. Но в моем случае получается довольно это все было, ну так, не знаю, напишите как вам. Вот если я обычная девушка, да, с тонкой душевной организацией, прихожу, и мне тут говорят, что со мной что-то не так, у вас маленькие губы. Ну типа колите пол шприца. Ну что это такое? Вот. Но как мы знаем, я натурозакаленная, что я только не начиталась за все это время про себя. Поэтому в целом это мой осознанный выбор. Но как характеристика мастера, я думаю, что это не очень круто. И напоминаю, ребят, что у меня открыт телеграм-канал и чат-бот для ваших фоток, уродливых бьюти-процедур. Если у вас есть какие-нибудь страшные макияжи, которые вам делали, вы можете прислать в чат-бот фотку вашу историю, и я размещу ее на своем телеграм-канале. Так что обязательно подписывайтесь, и там еще много личного всего будет. Все. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Не скучайте. Целую вас. Пока-пока-пока. Моя стихи, твоя гитара. Мы отличная пара. Мы счастливая пара.